Александр Князев живет на улице Сурмовской уже больше 30 лет. За это время не только прекрасно изучил этот район города, но и разработал свою методику избавления от неприятного запаха. Теперь это проблема не только летних вечеров. Зловония не дает жить кировчанам и в октябре. Балкон закрыт. Окошки не открывай и будет нормально. Александр работает недалеко от дома, поэтому в эпицентре запаха находятся круглые сутки. К зловониям мужчина практически привык, что когда-то в городе будет чистый воздух, пенсионер уже не верит. Где-то там искали весь этот запах. Но факт, что его не могут найти, откуда он идет. Не могут понять, то ли биохим, то ли еще кто-то. И в результате походили, походили, и все закрыто, нигде все все хорошо. А ночью-то люди-то их шуруют. Что-то где-то выпускают. Правильно? Но смириться с невыносимым запахом то ли спорченной капусты, то ли фекалий смогли не все. Ирина Грошева с семьей тоже живут на Сурмовской. У внучки появилась аллергия. Да, вот внучка тогда же болела у нас. Ну вот запах какой-то от этого, биохима был. Ну как, аллергия у нее. В больнице даже лежали. Ирина говорит, что аллергию спровоцировал не сам запах, а вещества в нем. Так им сказали врачи. Хотя, казалось бы, откуда. Роспотребнадзор отбирает пробы воздуха ежедневно. По результатам вещества в воздухе есть, но в допустимых количествах. То есть для человека вреда нет. Пока мы превышение не находили предельно допустимых концентраций, но определяем периодически значимые концентрации в пределах ПДК по веществам, таким как фурфурол, формальдегид. Специалисты говорят, что именно эти вещества, фурфурол и формальдегид, могут быть причиной неприятного запаха. Но почему этой осенью он дошел до центра города? Последние годы вонь была визитной карточкой юго-запада. Теперь она захватила и центр Кирова. Ну, бывает. Я с собакой утром, вечером гуляю, так что есть запах. Мы все думаем с биохима, но может канализация, не знаю. Ну, в район физкультурников мы живем, да, у нас пахнет невкусно. Летом тоже стараемся, вечером, если БХЗ спускает воздух, то мы не открываем окна. Потому что дышать нечем, просто нам просто не уснуть. Уже привычно. Ко всем неприятностям можно привыкнуть. Неприятно. Ну, такой, с дышком. Типа дрожжи, что-то вот такое бродящее. Я думаю, с биохима. Ну, бывает и ночью просыпаешься, что вся комната уже заполнена, мы спим с открытым окном. И головная боль, и все. Кисловатый запах такой, ну, был. А как от него денешься? Куда? Дома не очень чувствуется, а на улице очень сильно. В 2019 году была похожая история. Тогда предприятия, загрязняющие воздух, нашли на территории биохимзавода. Компания обещала заменить газоочистительное оборудование или вовсе переехать за город. Сейчас большинство кировчан уверены, что неприятным запахом людей снова травит какое-то предприятие на территории завода. По словам замминистра охраны окружающей среды, биохим – основной источник загрязнения воздуха. Но провести проверки за этим забором невозможно из заведенного моратория. Кроме того, все предприятия на улице Луганской – это объекты федерального надзора. То есть проверять их могут только федеральные органы. Чем же закончится эта осенняя дурнопахнувшая история? Скорее всего, кардинально ничего не изменится. Потерпевшая сторона, то есть кировчане, продолжит задыхаться. Сторона, производящая вонь, будет работать как прежде. Закрыть предприятие такого уровня очень-очень сложно, но есть одна маленькая, но все-таки надежда. Весной в городе должна начать работать новая передвижная лаборатория, которая будет фиксировать еще больше специфических веществ в воздухе. И будет показывать более точную их концентрацию. Возможно, тогда показатели и цифры удивят и заставят что-то делать надзорные органы. Надежда Алюшина, Никита Возисов, информационный канал «Город». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok